Поехал на рыбалку, там и поймал, правда, не рыбу, а клеща, рассказывает Барнаулиц и Грибыков. Мужчина даже не почувствовал, когда негодяй укусил его за руку. Приехал домой, но ничего не на себе посмотрел, ничего не было. А потом температура поднялась, все хуже и хуже. В больницу привезли, пятнами пошел. Оказалось, клещ укусил. Врачи диагностировали сибирский клещевой реки ЦИОС и ЛИТИВ. В 11-й горбольнице пациентов с подобным заболеванием сейчас 10. Им предстоит пройти 7-дневный, а то и 10-дневный курс лечения. К слову, эта больница – единственный городской центр, где оказывают помощь пострадавшим от укуса клещей. За месяц в травмпункте побывали более 300 человек. Иногда сами пациенты осложняют ситуацию, неправильно извлекают насекомое. На этот случай, говорят, медработники уже лучше использовать специальные выдержки, которые можно купить в любом зоомагазине. Фиксируем. Вот он. И начинаем его выкручивать против часовой стрелочки. Извлеченного клеща нужно сдать в лабораторию на анализ, поскольку он может быть возбудителем не только клещевого тифа, энцефалита и боррелиоза, но и других заболеваний, причем одновременно. Врачи рекомендуют не надеяться на страховку, а с началом сезона поставить прививку. Когда люди страхуют себя от укуса клеща, они имеют право при укусе клеща получить гамма-глобулин. Он не полностью заменяет антитела. Да, он дает защиту, но прививка на порядке лучше защищает человека, чем этот гамма-глобулин. А вообще на природе важно соблюдать осторожность. Надевать одежду с длинными рукавами и головной убор. Наносить эпиленты, чтобы отдых на свежем воздухе не стал путевкой в стационар. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.